На тему развития кожевинной промышленности Казахстана поговорим с заместителем председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны Ертаем Кадыром. Добрый вечер, Ертай. Предприниматели, занятые в кожевинном производстве, отмечают, что в стране ощущается нехватка сырья, но недостаточно шкур. В результате мощности недозагружены, при этом ежегодно производим порядка трех миллионов шкур КРС, крупного рогатого скота. Можете прояснить, в чем причина проблемы и какие меры принимают? Добрый вечер. Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что такая проблема касается не только Казахстана. Такая проблема имеет такой региональный аспект. Например, в Белоруссии, в России имеются такие же проблемы по нехватке шкур. И они вводят определенные меры, чтобы защитить свой рынок. В Белоруссии и в России последние три года отмечается запрет на экспорт необработанных шкур КРС. В этой связи в Казахстане такой опыт уже тоже был в 2016 году. Мы временно вводили меры по запрету экспорта необработанных шкур КРС. В тот момент мы достигли хороших показателей. В связи с тем, что сам запрет был непродолжительным, он занимал 6 месяцев, в то же время мы ощутили положительный эффект. В два раза выросла загруженность наших отечественных предприятий. У нас сегодня в стране 13 кожевенных предприятий, которые занимаются переработкой необработанных шкур КРС. Да, действительно, где-то в порядке 30-40% отмечается их загруженность от заявленных мощностей. Но вот все-таки почему наши предприниматели, отечественные предприниматели, все-таки предпочитают экспортировать продукцию, а не отгружать нашим же предпринимателям? Вы знаете, проблема состоит в том, что есть у нас соседний рынок, это Китай, которому не хватает сырья в виде шкур. Поэтому предприниматели из Китая приезжают в Казахстан, закупают эти шкуры и вывозят через Казахстан в Китай. Я правильно понимаю? Что? Я еще раз повторяю. То есть предлагают китайские предприниматели более высокую цену? Да. Мало того, что они предлагают более высокую цену, так они еще делают предоплату за эти шкуры. Тогда как нашим предприятиям приходится иметь дело с тем остатком шкур, который уже остается после того, как китайские бизнесмены их выкупают из нашей страны. Ну вот еще, кроме проблемы нехватки шкур, есть и другая. Это невысокое качество сырья. Как Вы можете объяснить это и что нужно сделать для того, чтобы все-таки повысить его качество? Проблема есть по качеству сырья нашей необработанных шкур КРС. Проблема заключается в следующих моментах. Первое. Значит, осуществляется ручной съем шкуры при забое скотины. И при осуществлении ручного убоя соответствующей коровы, быка, соответственно, имеются какие-то... Наносятся повреждения шкуре в виде порезов и так далее. И все это снижает качество самой шкуры. В то же время есть другая проблема, которая влияет на качество самой шкуры. Это отсутствие вовремя системной меры по ветеринарии. То есть, значит, здесь имеется в виду, как укус у насекомых и так далее. Вот мы знаем проблему ОВОДа. Значит, все это приносит к тому, что когда поступает сырье на коржевенное предприятие, и когда они делают обеззволосивание соответствующей шкуры... Я вас вынужден прервать, время эфира ограничено. Спасибо вам за ответы. Я напомню, на прямой связи со студией был заместитель председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны. Яртай кадр.